Сегодня я хочу рассказать об одной моей клиентке. Ее зовут Татьяна. Сегодня Танечка любезно согласилась, чтобы я рассказала о ней на своем канале, о том, как она за 2 месяца сбросила 11 кг, и это только начало. Как вы знаете, а может быть и не знаете, я работаю с клиентами сроком от полугода, потому что я считаю, что только за такой длительный срок можно действительно прийти к своей системе питания, которое позволит не только получать удовольствие от питания, но при этом еще и терять вес, если он лишний. Так вот, когда я впервые узнала Танечку, а это было 2 месяца назад, я поняла, что работа будет нелегкой. Таня согласилась, чтобы я зачитала несколько пунктов из ее анкеты, и это поможет вам лучше понять, какова была ситуация на момент старта. Итак, Татьяна, 46 лет, живет в Германии. Медсестра. Работаю исключительно в ночь, приблизительно 12 ночей в месяц. Когда иду в ночь, ем в обед и затем ночью во время дежурства кучу сладкого и хлеба. Завтракаю одним двумя бокалами кофе с молоком. В обед ем две тарелки того, что сварим. Например, мясо или его производные с гарниром, или суп с мясом, плюс сладкое, например, шоколадка. Вечером могу съесть много и без разбора. Мясо, картофель, крупы, конфеты. Я медлительно фитнес не посещаю. Переедаю. Много сладкого, мало движения. И в конце анкеты, когда Таня подводит итог своему состоянию, она признается, что да, причиной своего лишнего веса она считает переедание быстрых углеводов, большие порции, еда углеводистая и жирная, вечером и ночью, недостаток физической активности, гормональный дисбаланс. Мом, понимаю, что дальше так нельзя, нужно меняться. И вот мы начали с Танечкой меняться. Я хочу, чтобы вы на нее посмотрели так, как она выглядела в тот момент, когда мы с ней впервые познакомились. Вот такой я увидела Танечку. Милая, пухленькая женщина, которая работает по ночам на очень ответственном посту, медсестрой, причем работа такая несидячая, и приходится очень много двигаться и очень много ответственности. Конечно, с ночных дежурств Таня приходила домой уставшая. К ее чести могу сказать, что не было, пожалуй, ни одного дня за эти два месяца, когда про Таню можно было бы сказать, что она опустила руки, что она сдалась, что она отступила. Нет, эта женщина упорно день за днем шла вперед. Разработали программу питания для нее, при том, что она старалась ее придерживаться. Тем не менее, Таня сделала для себя свою собственную схему. Вот что мне нравится в клиентах. Когда они не принимают как данность ту схему, которую я им предлагаю, но они начинают ее обдумывать, они начинают ее примерять к своей жизни, и когда им кажется, что что-то здесь их не устраивает, они начинают предлагать что-то свое. И тогда Таня предложила, Бая, мне кажется, мне достаточно будет питаться один раз в сутки. Честно говоря, я сначала не очень-то положительно к этому отнеслась, потому что знаю, что это непросто кушать один раз в сутки. Есть риск, что ты захочешь, ты будешь иметь сильный голод в течение дня, и у тебя могут быть срывы на какую-то еду, которая у нас стоит в списке запрещенных, а именно простые углеводы. Но Таня сказала, что нет, эта схема ей очень подходит, что она будет есть один раз в сутки. И на самом деле она пошла по этой схеме, и вы знаете, вес стал у нее уходить. Причем эта еда не была для нее чем-то какой-то ущербной или недостаточной. Нет, она ела и животный белок, и большое количество овощей, причем овощей было намного больше, чем животного белка. И этого количества еды ей было достаточно для того, чтобы она чувствовала себя сытой целый день. Все остальное время в течение дня Таня пила. Это были и всевозможные чаи, и соки, и где-то, может быть, это был зеленый коктейль. Иногда это были кисломолочные напитки, типа простокваши. Таня для себя выработала эту схему одногоразового питания и придерживалась ее все два месяца. Кроме того, каждый день Таня ходила на стадион и упорно занималась там день изо дня, нагружая себя физически и сбрасывая те лишние килограммы, которые мешали ей жить. В итоге посмотрите, какой стала Таня через два месяца. Когда мне Таня на днях прислала это фото, я просто ее не узнала. Посмотрите, как изменилось лицо. Я уже не говорю о том, как изменились параметры тела, как изменился вес, как изменилось настроение этой женщины, какую легкость она почувствовала внутри себя и какая уверенность появилась у нее в том, что она может на самом деле очень много. Я желаю, чтобы такая же уверенность в своих действиях и уверенность в себе, в своей силе была у каждого моего клиента, и не только у моего клиента, но у каждого человека, который встал на путь избавления от лишнего веса. Чтобы Таня нашла для себя именно вот такой путь в борьбе с лишними килограммами, это не означает, что для каждого человека такой путь будет правильным. Нет, каждый человек приходит к этому сам. Но теперь перед Танечкой стоят еще большие задачи, потому что перейдем у нас еще 4 месяца, и мы договорились, что каждые 2 месяца будем делать вот такое фото, отчет и обзор по ее работе. И она сказала, что теперь у нее появилась очень большая ответственность перед зрителями, которые будут ждать от нее еще больших результатов. Так что, Танечка, успеха тебе, удачи. Продолжай бороться за свое легкое новое тело. Я желаю Танечке и всем вам удачи на выбранном пути. Ваши байчи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова